МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Ревизор». Мы приступаем к инспектированию Карткировского района. Улица Советская в райцентре больше похожа на проулок. Несколько капитальных кирпичных и бетонных строений и низенькие бревенчатые домики. Выходит улочка к зданию Дома культуры с новой пристройкой под названием «Союз». Так вот, жители частных домовладений с этой самой улицы Советской в своих бедах винят всех причастных к возведению пристройки. Мы получили ваше обращение и приехали, чтобы разобраться на месте. Скажите, пожалуйста, в чем у вас проблема? Моя проблема заключается в том, что мой дом с осени этого года стало затапливать. Только именно с этого года? Нет, но весной это было регулярно. Но с этого года проблема обострилась. То есть даже зимой, допустим, дом сейчас находится буквально в воде. Если так вот посмотреть, как вы думаете, кто виноват в ваших бедах? Проблема стоит шире. И дренаж не работает. То есть раньше, если, допустим, утечка была, она уходила в дренаж. Дренаж забит, вода не уходит. Ни в грунтовую воду не уходит, ни в такие воды, которые из холодного водоснабжения. Когда возникла проблема, куда обращались и что вам ответили? Я обращался и в районную администрацию, и в комитепловую компанию. То есть в районную администрацию мне ответили, что дренажа, по сути, у них на балансе не существует. В комитепловой компании письмо прислали, что у них утечек холодной воды нет. Вы утверждаете, что здесь был когда-то дренаж. Где он проходил и по какой причине, как вы думаете, получилось так, что он теперь не работает? Дренаж он проходил. Вот здесь, тут раньше была теплотрасса, то есть теплотрасса шла подземная. Вместе с теплотрассой шел дренаж. Все эти годы, пока начало строительство, кинотеатр, пока всю эту систему не разрушили. Пристройки имеете в виду? Да, то есть его просто разрушили, но сделали обводной. И дренаж как бы продолжал все-таки работать. В том или позатом году, я не помню, здесь произошла утечка холодной воды зимой. Это вот здесь на углу где-то, да? 20 метров, допустим. То есть зимой это было все разрыто, дренаж также был разрушен, все, что там, лотки вот это все поднято и просто засыпано песком. То есть грунтовые воды пошли, и дренаж полностью забили. То есть фактически им больше некуда было деваться, и они пошли в ваш огород? На эту встречу мы пригласили еще представителей администрации. Скажите, пожалуйста, к вам обращался данный молодой человек? Да, конечно. Вы решали эту проблему? Вы посчитали, сколько нужно сделать? На какую сумму, чтобы исправить вот эту ситуацию? Чтобы исправить, чтобы провести здесь, восстановить дренаж, именно для этого земельного участка, нужно порядка 12 миллионов рублей. Эти деньги есть в бюджете? Этих денег в бюджете нет. Я, конечно, не буду наставить на той версии, что здесь есть дренаж, потому что я не видела проектную документацию. И все-таки, если действительно произвести работы по очистке той старой теплосистемы, она спасет ситуацию? Эту работу мы проводили, уже с КТК вели переговоры по очистке вот этой старой теплотрассы. Они выезжали, обследовали, чтобы восстановить это невозможно. То есть это будет еще дороже? Она здесь засыпана уже, перекопана не раз. А, то есть там целостности нету? Целостности уже нет. Проследовав на участок, мы убедились. Ситуация даже хуже, чем заявитель описывал в обращении. По сути, участок площадью в 1100 квадратных метров стоит в воде. Плавает хоз постройки и сам жилой дом. Сейчас глубина этого локального озерца 15-20 сантиметров. Это вот постоянно так? С этого года практически постоянно подтопливание идет. То есть она не замерзает только по одной причине, потому что здесь идут трубы отопления. Хорошо, скажите, пожалуйста, откачивать пытались что-то сделать? Да, пытались. Вот этот же дренажный колодец. То есть мы откачиваем буквально за один день, за два, вода снова приходит. Если учитывать, что вода здесь стоит постоянно, она ведь может подступать из любого из этих домов. Вы пробовали проверять, откуда она идет? Когда профилактическое отключение было, допустим, летом на три дня отключают воду. Воды у меня здесь не было. То есть все-таки есть 50 на 50. Это как раз таки, что утечкой идет и систем водоснабжения. И утечка, и дренажные воды все равно тут тоже присутствуют. Это все комплексно. Нужно, конечно, учесть и тот факт, что этот участок находится ниже уровня дороги почти на полтора метра. И все талые воды, естественным образом, стекают сюда, как в канаву, полностью затапливая подпол старого жилого дома. Глубже, чем тут, только в подвале той самой новой пристройки к кинотеатру. А это как раз угловое помещение. И если бы вода собиралась, то она была бы здесь. Но я смотрю, что все, что было сделано после отделки, оно так и осталось. То есть здесь воды нет. Это помещение, которое ближе всего к тому участку, который подтопляемый. Который подтопляемый, да. У вас здесь гидроизоляция? Здесь нет ничего. У вас здесь очень влажные грунты. Снизу глина, сверху вот эта жижа, простите, куда она уходит тогда? Сюда она не поступает. Здесь есть у нас дренажные сделанные ямки, на всякий случай, и два в этом подвале. То есть она поступает очень медленно, и отсюда выкачивается. Но она выкачивается в общую систему водоотведения? Да. Если здесь сухо, а у людей стоит вода, простите, каким образом все это получается? Каким образом? Значит, те, которые лица жалуются, которые что-то подтопляют, это единственный участок, который находится ниже уровня дороги, почти на полтора метра. Получается, только отсыпкой можно исправить положение? Только отсыпкой, ну, либо делать нормальную дренажную систему. Ну, делать дренажную систему ради одного участка, там, вложений миллион. Мы осмотрели новую пристройку. Кстати, ее торжественно откроют 14 февраля. И пообщались с руководителем Дома культуры. Вы, когда принимали какие-то нарушения, какие-то замечания, были подрядные организации, которые строили здесь все? Были, конечно. Были проблемы и со стеклами. Мы мелкие только находили какие-то недостатки. Все устранялось. Но меня больше всего сейчас интересует состояние фундамента. Когда его сдали, подвалы технические, мы сейчас осмотрели. Тем не менее, когда вы в первый раз сюда зашли, что-то видели там? Там была вода? Вот уже когда построили, уже не было воды. Когда копали котлован, была вода. Влажность есть в помещении или сухо, воздух? Не ощутили. К обращению Игоря Косинца мы все же вернемся в конце ревизии по Карткировскому району. Возможно, тогда нам будет озвучено техническое решение по затопленному участку. 300 рублей с утра или же 450 рублей вечером. Такова такса местный бомбил за провоз одного пассажира в автомобиле. И это, между прочим, цена не от Сыктывкара до Карткироса, а от Карткироса до Услокчима. А там, между прочим, расстояние меньше 15 километров. Такая же ситуация складывается и в поселке Приозерный. С 1 декабря 2016 года в этом населенном пункте, да и в прочих поселках, изменилась схема пассажирских перевозок. Количество внутримуниципальных рейсов существенно сократилось. Отменили автобус у нас, утрешний рейс. У нас полдеревни работает в городе. Только утром не ходит автобус? Утром, без системы, как раз у нас люди успевали на работу в 9 часов. У нас почти весь поселок работает там. У нас заезжает один только автобус. С утра это Нивширский. Но если он заезжает, и если он полный, он уже население никакое не берет. Стоят 10 человек людей. Он возьмет одного человека, где сидячее место. Если водитель под свою ответственность берет 2-3 человека еще, его останавливают сотрудники ГАИ в Каркиросе, и, получается, штрафуют водителя. Конечно, водителю это не надо. И, получается, население, которое осталось там, пускай 5, пускай 6 человек, они уже добраться просто не до работы не могут. Альтернатива рейсовому автобусу, конечно, есть. Частники-перевозчики. Легальные и не совсем. Вот только их ценник доступен не каждому приозерцу. 300-400 рублей до Каркироса. А если домой ты с Каркироса уже будет ехать, то ты отдашь, тысячу даже отдашь. Правильно я говорю? Правильно, потому что люди понимают, что безвыходная ситуация, правильно? Что делают? Делают деньги. Можно, конечно, выходить за полтора километра на республиканскую трассу. Но переполненные транзитные автобусы редко подбирают голосующих. Впрочем, и вернуться из Сыктывкара в Каркирос тоже не всегда получается. Я идти в город, старое автопавильон, купите билет. Прежде чем туда ехать, надо 150 нам платить. Да там 350 платить. Да что за удовольствие такое нам? Это надо пойти в автопавильон, билет купить. Если ты с города сюда едешь. А если билетов нету? Да заранее еще не продают. Еще заранее еще не продают. Отменили не только утренний, но и вечерний рейс, когда автобус после обеда выезжал из Сыктывкара при Озерной. До четвертого он вроде бы с города приезжал до сюда. И ученики могли, наши учащиеся могли добраться до родителей. Семьи, элементарно. Теперь даже дети не могут. И был еще один автобус. Он был пол пятого. Он забирал людей отсюда, с Вашкури, и ехали в город. Сейчас вечером, вот надо вечером ехать в город, ты не можешь выехать. Ты не можешь. 500 рублей. И пожалуйста. Если у вас районные тактисты, они везут за полтора. А если городские тактисты... Человека или с машины? Человека. Полторы тысячи? Да. 40 километров. А если из города едем, города тысячи рублей. Мы переадресовали вопрос чиновника муниципалитета и спросили руководителя администрации Корскировского района, знает ли он, что в Усть-Лопчеме автобусы не ходят с 1 января, а в Приозерном с декабря прошлого года. Люди ведь 17 дней, уже 18 дней без выезда в своих поселках. Ну, во-первых, они, конечно, так себе находят решение вопроса, как добираться. Нет, только что это катастрофа, мы там люди оставили на острове. Вопрос так решает. Но единственное, то, что нет системного подвоза, к которому люди так привыкли. Утром идет автобус, вечером они приезжают на автобусе. К сожалению, предприниматель Королева, который так проживает в Сыктывкаре, нас подводит, подводит впервые и так серьезно, обещает нам через 2-3 дня отремонтировать автобус, который мне вышел из строя. И все обещания вот не выполнили. У нас, конечно, подписан с ней контракт, у нас есть ее обязательства, но за нее нам сейчас включаться, где-то искать автобусы, ну, это будет неправильно. Но, значит, чтобы таких случаев больше не было, мы для себя так принимаем решение, нашли практику организации муниципальных перевозок собственными силами. И сегодня мной поставлена задача, вот уже первый день работы в этом году, нашему муниципальному учреждению, моим заместителям, искать варианты приобретения автобусов для деорганизации перевозок пассажиров нашим мупом. А еще жители Приозерного попросили нас заглянуть в местный детский сад и школу. Дело в том, что два этих образовательных учреждения в свое время были отрезаны от общей котельной и теперь отапливаются автономно. Угольную кочегарку заменили на пилетный модуль, присоединив к нему основной корпус среднеобразовательной школы и здания начальных классов. В детском саду рассмотрели альтернативный вариант обогрева помещений. Попали сюда в самый тихий час. В группы заходить, конечно же, не будем. Находим сейчас в раздевалке. Что мы видим? Вот здесь, прямо к батареям, прикручены электрические тены, прикручены на обычную проволоку. Скажите, пожалуйста, вы в электрике разбираетесь? Немножко, да. Да, вот чем вот это грозит? Если здесь замкнется, в соседней группе ребенок схватит его в бед. Вот эти мысли были доведены до... Были до администрации нашего поселения, до директора школы. Но, тем не менее, даже на советы знающих родителей они не реагируют. И вот то, что вот таким вот образом во всех группах, вы как родители наверняка знают. Будем надеяться на лучшее. Кто допустил такой монтаж электрооборудования, мы решили уточнить в районном отделе образования. Отопление детского сада. То, что мы сегодня там увидели, я не знаю, кто после этого эфира приедет к вам с комиссией, но, тем не менее, это серьезное нарушение, когда электрический нагреватель прикручен обычной алюминиевой проволокой к батарее. Ни заземления, ни постоянного крепкого закрепления на стены этого электроприбора нет. Это не мы делали конвекторы. На сегодняшний день это полностью проект комитепловой компании. И поэтому, в связи с тем, что в прошлом учебном году мы не знали точно, будет ли хватать мощности для работы этих конвекторов, поэтому трубы отопления не демонтировали, потому что мало ли что, чтобы можно было запустить еще и такое отопление. И поэтому в этом году трубы и конвекторы будут отредактированы и перевешены так, как они необходимы. То есть это была временная мера для подстраховки того, что вдруг придется перейти на обычное тепловое отопление. И как нам стало известно, сразу после наших съемок в Приозерный выехала комиссия из отдела образования и ресурсной компании. О результатах проверки сообщим в ближайшем выпуске программы «Ревизор». Не пропустите следующий эфир. «Ревизор»